Система депозита Тары все ближе. Осталось всего несколько нерешенных вопросов. Один из них – как же все-таки выбрать оператора, который будет обеспечивать всю Латвию тараматами? Будет ли это новое предприятие с новыми решениями или проверенный на устаревающий способ сбора? О всех за и против расскажет Евгения Копылова. Сортировка мусора – дело добровольное. Но уже с 2022 года латвийцев будут призывать это делать с помощью системы депозита. В магазине доплачиваешь за тару, после чего в тарамате возвращаешь потраченное. Литва и Эстония уже давно живут по этому принципу. Латвия все ближе. Оператора системы депозита могут выбрать в рамках конкурса уже этой осенью. Осталось два несогласованных вопроса. Нерешен вопрос о дополнительном финансировании госслужбы среды с министерством финансов. Второй вопрос несогласован с министерством экономики и земледелия. О том, как мы оцениваем претендентов-операторов депозитной системы. Как говорят в Министерстве регионального развития, главных критерия два. Во-первых, претендент должен предоставить четкий план работы тараматов на территории страны. Во-вторых, показать, сколько производителей тары готовы внедрить эту систему. Ведь внедрение системы стоимостью в 30 миллионов евро – это полностью обязанность бизнеса. Министерство считает четкий план работы системы важнее и предлагает 80% оценки отдавать именно этому критерию. А вот Минземледелие и Минэкономики выступают за подход 50 на 50. К общему решению министры должны прийти на заседание Кабмина в следующий вторник. То, что мы видим как риск, если мы устанавливаем 80% против 20 – это ограничение конкуренции. У нас рядом очень много примеров, которые просто можно взять и улучшить. А есть очень своеобразный путь. Одна из вещей, которая наметилась – дигитальная аутентификация тех, кто сдаёт тару. Сложно объяснить, почему что-то такое вообще необходимо. Однако после многочисленных обсуждений требования о дигитальной аутентификации списка было вычеркнуто. Теперь тарамат должен распознавать только саму упаковку, а не человека, её сдающего. Кто сможет заняться внедрением системы, пока не ясно. Но латвийские компании, которые потенциально могли бы производить тараматы, готовы участвовать в конкурсе. На данный момент известно, что депозит может составить, как и в соседних странах, 10 центов за одну бутылку. А заработать система депозита тары должна уже 1 февраля 2022 года.